Какую роль в нашей жизни играют отпечатки пальцев? Ответ можно найти в любом детективном фильме. Но не считая этого, могут ли отпечатки влиять на наш характер? Вернемся к ответу на этот вопрос чуть позже. А пока давайте представим, что однажды вы проснулись без них. Как насчет гаджетов? Итак, вы просыпаетесь и тут же тянетесь за телефоном. Замечаете, что тут что-то не так. Пытаетесь его разблокировать, но ничего не выходит. Так, ладно, можно ввести пароль. Вы начинаете листать ленту новостей, но делаете это как-то неумело, будто впервые пользуетесь сенсорным экраном. Вы пытаетесь ответить на сообщение, но текст едва набирается и выходит какая-то неразбериха. Не беда, конечно, но приятного мало. Вы встаете и открываете ноутбук. Его тоже не разблокировать без отпечатка. Вы уже много лет пользуетесь компьютером и умеете быстро печатать. Но теперь, начав набирать сообщение, вы не чувствуете, как ваши пальцы касаются клавиатуры. Стало сложно определять, где заканчивается одна клавиша и начинается другая, поэтому вы часто попадаете на обе сразу. Скорость печати заметно снизилась. Ученые только недавно выяснили, что отпечатки пальцев служат человеку главным механизмом осязания. Без них вам было бы сложно понимать, чего вы касаетесь или что держите в руках. Температура. Затем вы идете на кухню, чтобы приготовить завтрак. Пытаетесь разбить яйца для омлета, но делаете это так неуклюже, что весь желток расплывается. Все буквально валится из рук. Собираясь взять щепотку соли, берете слишком много. В итоге завтрак так пересолен, что его просто невозможно есть. Вам кажется, что плита еще не нагрелась, ведь вы не чувствуете идущего от нее тепла. Вы касаетесь сковородки и обжигаетесь. Да уж, не очень удачное начало дня. Наши ладони очень чувствительны к температуре. Помните, как, сидя у костра, вы протягиваете к нему руки? Во время холодов ваши руки замерзают гораздо быстрее, чем все тело. Чувствительность. После неудавшегося завтрака вы идете в магазин за парой новой обуви. Вы уже подобрали себе кроссовки, но никак не можете понять на ощупь, из чего они сделаны. Из полиэстера, резины или искусственной кожи. Все чувствуется абсолютно одинаково. Вы не можете насладиться ни гладкостью шелка, ни шершавостью шерсти, ни мягкостью хлопка. Затем при оплате вы не сможете воспользоваться PayPal на телефоне, потому что приложение не считывает ваши отпечатки. Так что вы решаете расплатиться наличкой. Проходит целая вечность, прежде чем вы неуклюже отсчитываете необходимую сумму. Папиллярные узоры на ваших пальцах очень важны для мелкой моторики рук. Благодаря им мы можем с легкостью отделить друг от друга два тонких листочка, печатать на клавиатуре, доставать деньги и карточки из кошелька, играть на пианино, гитаре и так далее. Попробуйте сделать что-нибудь из этого в кожаных перчатках. Уверяю, вы почувствуете разницу. Идентификация и уникальность. Давайте представим, что вы работаете в крупной современной компании, где попасть в офис можно только по отпечатку пальца. Естественно, сканер не сможет опознать вас, так что вы опоздаете на работу. Вам придется доказывать охраннику, что вы действительно там работаете, а потом получить выговор от начальника за опоздание. Дело в том, что каждый отпечаток человека уникален. Шанс, что вы встретите кого-то с таким же узором на пальцах, равен одному к 64 миллионам. Даже у близнецов с одинаковой ДНК разные отпечатки. В современном мире без отпечатков вы не сможете получить паспорт, путешествовать за границу, а в некоторых случаях и попасть на работу. Доктилоскопия – способ опознания человека по следам пальцев рук используется во многих сферах, не только в расследованиях. Вы даже можете расплатиться за покупки в супермаркете, используя собственный палец. Сканеры также устанавливаются напротив обычных замков на домах, машинах и гаджетах. Во многих секретных правительственных организациях доступ к конфиденциальной информации может быть получен только после сканирования отпечатков. Интересный факт – человечество уже давно знает о том, что отпечатки уникальны. В Вавилоне примерно в 2000 году до нашей эры люди оставляли свои отпечатки на глиняных дощечках в качестве подписи. Затем в V-VII веках их в тех же целях использовали в Китае. Но в полицейских расследованиях отпечатки пальцев стали фигурировать только с 1902 года в Великобритании. Проще говоря, отпечатки пальцев – это идентификационный документ, данный нам природой. Рисунок формируется еще в утробе матери и остается неизменным до конца жизни. Но, несмотря на это, ученым удалось зафиксировать несколько редких случаев, когда люди рождались с абсолютно гладкими подушечками пальцев без каких-либо узоров. В медицине такие случаи считаются проявлением редкой генетической предрасположенности. У этих людей нет проблем со здоровьем, но зато у них есть проблемы с документами. В дополнение к отпечаткам пальцев, у каждого из нас есть уникальные узоры на языке и ногах. А вот у кошек и собак – неповторимые отпечатки носа. Но самое удивительное открытие, связанное с отпечатками, было сделано совсем недавно. Ученые выяснили, что на предметах, которых касался конкретный человек, живут особые бактерии. И знаете что? Они тоже уникальны. Выходит, на каждом отпечатке рождаются уникальные бактерии. Эти бактерии живут несколько недель, и с помощью анализа их ДНК вы можете идентифицировать человека. Что ж, вернемся к главному герою нашего видео. Давайте поговорим об осязании. После неудачного дня вы идете на встречу с любимым человеком. И только теперь вы можете в полной мере оценить значимость ваших отпечатков. Без них вы лишены одного из главных способов взаимодействия с другими людьми – тактильного контакта. Прикосновения играют огромную роль в социальных отношениях. Помните, как мы в детстве держали родителей за руку? Когда мы становимся старше, то касаемся людей, с которыми знакомимся и которых любим. И когда-нибудь мы будем держать за руки наших собственных детей. Без возможности осязать, человек чувствовал бы себя очень одиноко. Узоры на пальцах также могут служить хорошим способом для считывания информации. Возьмем, к примеру, массажистов. Их пальцы словно настоящие сканеры, которые определяют малейшие нарушения и изменения в теле пациента. Итак, день подходит к концу, но проблемы на этом не заканчиваются. Вы возвращаетесь домой и замечаете на пальцах маленькие мозоли. А все потому, что обычно ребристая структура их поверхности не позволяет жидкости скапливаться и снижает возможность появления волдырей. Но давайте немного углубимся в хиромантию и попытаемся определить характер человека по узорам на руках. Каждый отпечаток уникален, но тем не менее существует всего три основных узора – арка, петля и завиток. Приложите ладонь к белому листу бумаги или просто присмотритесь к каждому из пальцев. Обычно у одного человека есть два или три узора. Один узор встречается очень редко. Посчитайте, каких узоров больше у вас. Первый вид – это арка. Люди с таким узором очень ответственные, спокойные и уравновешенные. Их не так просто вывести из себя. Это отличные стратеги и командные игроки. Они трудолюбивы, надежны, легко заводят новых друзей и нацелены на создание семьи. Второй вид – петля. Для людей с таким узором самовыражение и саморазвитие стоят на первом месте, даже если это не принесет им никакой материальной выгоды. Они очень энергичны и креативны, а еще склонны к умственной работе и риску. И наконец последний вид – завиток. У людей с таким узором преобладает логическое и аналитическое мышление. Им хорошо дается изучение языков и математика. Если у вас на всех пальцах завитки, можете считать, что вы гений. Такие отпечатки встречаются, как правило, у изобретателей и ученых. И еще пара слов о людях, которые родились без отпечатков. Иногда вы можете услышать, как они с надеждой напевают «Однажды у меня появятся отпечатки». Ладно, я это придумал. Не смог удержаться. Если вы сегодня узнали что-то новое, лайкните это видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще парочка крутых роликов, которые могут вам понравиться. Просто кликните справа или слева и оставайтесь на яркой стороне.